Всем добрый вечер, кто собрался. У нас сегодня разговор пойдет о PHP, а именно с чего начать. Дело в том, что в первую очередь надо понимать, что PHP сегодня это не то же самое, что PHP 20 лет назад. Это не просто какой-то инструмент для того, чтобы сформировать на веб-сервере страничку. Это вполне себе зрелый и современный язык программирования. И когда работодатели указывают в вакансиях именно что требования к PHP программисту, они ожидают именно что человек будет уметь не просто делать эту страничку, создавать, а делать то же самое уметь, что и программисты на других языках. То есть в состоянии написать какую-то службу, предположим, используя достаточно известные хотя же самые алгоритмы и структуры данных. Поэтому прежде всего те, кто собирается изучать PHP, обратите внимание именно на PHP как на язык программирования. Потому что еще раз говорю, стандартные вещи, то есть то, ради чего он когда-то много лет назад создавался, как то создание странички, этим сейчас никого не удивишь. И это умеют все. Опять же, к сожалению, сразу возникают вопросы. Что мне для этого нужно? Что мне для этого нужно скачать? Для этого мне нужен какой-то веб-сервер? Для этого нам нужна сборка, open-сервер или как там Denver или что-либо еще? Друзья мои, для этого ничего не нужно. Для того, чтобы бегать, надо бегать. Надо просто выйти с утра и начать бегать. Для этого не нужно покупать дорогие костюмы, спортивные часы, которые пульс считают, и там кроссовки и прочее-прочее. Надо просто пойти и бегать. А для того, чтобы забивать гвозди, надо просто взять и забивать гвозди. И для того, чтобы начать работать с PHP и изучать, нам нужен просто банально сам пей. Во-первых, у нас для того, чтобы что-то начать делать, есть ряд онлайн-сервисов. То есть, опять же, для начальной работы даже ничего себе ставить не надо. Достаточно просто зайти на ту или иную службу и начать уже что-то делать. Например, первая из таких, слушай, IDEA ONE. Она самая простая. Показывает на ваших глазах. Зашел. Раз. Вот здесь внизу выбираю нужный мне язык программирования. Вот он, PHP. Включаю. Уже можно что-то делать. Напишем сакральное Hello World. Написали. Запустили. Получили ответ. Все. Работа началась. Первый гвоздь забили. Ну, собственно говоря, это инструмент самый простой и самый примитивный. Второй из онлайн-инструментов. J.Doodle.com Та же самая ситуация. Зашли. Нашли PHP. Вот он. Да. Нажали. Получили то же самое. Начинаем писать. Запускаем. Получаем ответ. Начинаем программировать. Все под рукой. Версии достаточно свежие. Например, здесь, да, там, F7.2 стоит. Обратите внимание, опять же, все онлайн. Ничего не устанавливал. Для начала уже можно что-то делать. Третий инструмент. Третий инструмент. Более продвинутый. Реплет. Apple. Apple.it. Заходим. Ну, обратите внимание, что во всех, и здесь, и здесь, и здесь, можно зарегистрироваться. Это ничего не стоит, но это позволит сохранять свои работы. Да, потому что так-то они будут теряться каждый раз. Вот. Но, тем не менее, даже и без регистрации можно начать работать. Точно так же проматываем вниз, находим наш PHP, кликаем. А вот. Точно так же начинаем сразу же работать. Пишем то же самое сакральное Hello. Написали, запустили, получили. Уже хорошо. Уже хорошо. Точно так же зарегистрировались. Можно сохранять, естественно, свои работы и что-то делать. Обратите внимание, никаких телодвижений вообще лишних не потребовалось. Все. Все очень просто. Все очень просто. Во всех этих трех случаях и здесь, и здесь, и здесь, и здесь PHP работает сам по себе. Не как обычно об этом пишут, да, что он там запускается из-под веб-сервера и так далее. И это PHP работает как интерпретатор командной строки. Все. Уже можно программировать. Вовсю. Вперед. Тем более, что удобно, он всегда под рукой. Так сказать, да. Хоть там где-то в метро едешь и вперед. Или в кафе сидишь. Кофе попиваешь. Тоже можно. Но, тем не менее, у этих вот онлайн-служб, ну, я показал, такие наиболее на самом деле известные. Причем, так сказать, от менее продвинутых к более продвинутых. Здесь, пожалуй, самая продвинутая часть. Здесь есть общий недостаток какой. Сам PHP находится где-то там у них. Как это сейчас модно, в облаках. То есть, каждый раз, когда мы что-то здесь написали, нажали на кнопку, наш код пошел туда в облака, там отработал и вернулся сюда. То есть, грубо говоря, это не настоящая командная строка, как бы терминал, который у нас есть, как, впрочем, и вот это. А это такая обертка. То есть, на самом деле, код, который отработал там, вернулся там. Это не всегда удобно. То есть, не все мы можем здесь сделать, на самом деле. Ну, и опять же, поскольку это не на нашей машине, то могут быть соответствующие там какие-то заминки или нет связи. Поэтому, конечно, можно все это дело воспроизвести на машине у себя. Как? На сайте php.net, где, собственно говоря, и живет PHP. Первая же ссылка, грамотная, да? Это ссылка на то, чтобы скачать нужную нам версию. Зашли. Посмотрели. Ну, я исхожу из пользователей операционной системы Windows. Потому что пользователи других систем, там, как правило, там уже либо PHP стоит, либо они знают, как это все делается. Смотрим. Видим последнюю версию. Видим ссылку Windows Download. Нажимаем. Одно из двух. Если у вас 64-битная версия Windows, скачаем этот Zip. Если у вас 32-разрядная версия, скачаем этот Zip. Собственно, тут промахнуться очень тяжело. Банальный Zip-архив. Словно говоря, там в районе 25 мегабайт. Инсталляции не требуется. Требуется умение распаковать архив. Скачали. Ну, я его уже скачал, потому что, просто чтобы не тратить на это дело лишних двух минут. Или сколько. Скачали. Вот он у меня. Zip. Распаковываем. Бам. Распаковался. Для удобства переименовываем в папочку просто php. Так, короче. Вот он. Вот он. Можно зайти в эту папку. Вот он сам php. Интерпретатор командной строки. Можно прямо из этой папки запустить нашу командную строку. Вот она, да. Например. Сейчас я ее посимпатичнее сделаю. Так, сделаем серенькую и шрифты чуть-чуть побольше сделаем. Вот так. Вот она, да. Вот мы там. Смотрим. Проверяем. Та версия, которая нам нужна. 7.3. Отлично. Но. Дабы не заходить каждый раз сюда, в эту папку. Желательно, конечно, это может быть единственное телодвижение, которое надо проделать. Такое, помимо распаковки этого архива, это путь к этой папке, к php прописать в системно-переменной папку. Ну, поскольку у нас в Windows периодически в разных системах все это делается чуть-чуть по-разному, скажем так, да. Поэтому здесь однозначно, в зависимости от системы, нельзя сказать, куда, чего, как залезть. В какое конкретно место, в каком, где оно на данный момент находится на самом деле. Ага, вот здесь. Ага, вот. В данный момент нашел ссылку, да. Поэтому находим переменную path и изменяем ее. И дописываем, я уже написал вот, путь к этой, соответственно, к нашей папочке, в которой лежит php. Опять же, в зависимости от операционной системы, чтобы эти изменения вступили в силу, вполне возможно, придется, ну, не перегрузить машину, а выйти из-под пользователя и обратно зайти. То есть всю машину не надо перегружать, а из-под пользователя выходить. Вот, опять же, опять же, можно запустить, убедиться, да, командную строку, убедиться, что у нас там прописан путь, где-то, он у меня был, да, вот он. Вот он у меня был. Вот, и, в принципе, можно работать откуда угодно. Даже отсюда, да, из любой папки, теперь нам доступен php, можем с ним работать. Опять же, как? Во-первых, начнем с того, что, как и у большинства языков программирования, у php есть интерактивный режим работы. То есть можно с ним пообщаться тет-а-тет, подавая ему последовательно на обработку какие-то выражения. Для этих целей php запускается с ключом а. Вот таким вот образом, php минус а. Бум, о чем он нам и сообщил, что он в данный момент находится в режиме интерактивный shell. Теперь можно здесь писать, что угодно. Например, уважаемый php, сложи мне 2 и 3. 5. Сказал он. Спасибо. Сказали мы. Ну и, конечно же, наш hello world тоже можно написать. Все в порядке. Ну, при необходимости выйти, мы выходим по сочетанию клавиш Ctrl C. То есть, обратите внимание, обычно подобная работа в интерактивном shell подается в других языках, таких, как, например, там Python, Ruby или где-то еще, как у нас можно. php-шники обычно об этом молчат. На самом деле все есть и все очень хорошо работает. Ну, это для коротеньких выражений. Конечно, по-человечески надо пописать какой-то код. Опять же, для того, чтобы писать код, не надо, особенно на первом этапе, сверх супер каких-то навороченных редакторов. Здесь у меня просто скириллицы, как в интерактивном режиме скириллицы, откуда я знаю. Сейчас посмотрим. Что у нас там с кириллицей? Давайте попробуем. Что вы имеете в виду? Давайте напишем. Вася. Нормально все с кириллицей. Вот Вася. Все хорошо. Ничего плохого не случилось. 19-й год на дворе уже. Друзья мои, еще раз. Я понимаю, что есть до сих пор товарищи, которые... Да я видел, лет 15 назад заходил в ПХП, пробовал отстой полный. Ну да, конечно. За 15 лет у нас ничего не изменилось. Так вот, код пописать. Берем. Создаем какую-нибудь папочку. Давайте здесь. Предположим, да? ABC назову ее. Просто. ABC. Заходим сюда. Создаем какой-нибудь файл. Например, с расширением PHP. PHP. Тест. PHP. Бум-бум. Все. Можно открыть в любом редакторе. Ну, у меня здесь, например, есть Notepad++. Можно открыть в простом блокноте. Абсолютно неважно. Могу открыть блокнот. Пустой, чистый Notepad. В котором вообще ничего нет. Все будет то же самое. Ну ладно, давайте откроем здесь. Нет проблем. Нет проблем. Пишем что-нибудь. Теперь пробуем написать отсюда. Конечно, Hello World. Для начала. Написали. Сохранили. Будучи опять же в этой же папочке, что удобно, конечно, запускаем нашу командную строчечку и пишем PHP и подсовываем ему наш файл. Тест PHP. Получаем наш Hello World. Все. Для начала. Дальше. Помимо того, что оказывается, PHP очень хорошо работает сам по себе. Без всяких леп-серверов. Мало того, у него есть интерактивный режим. И с его помощью из командной строки можно, для того, чтобы достаточно интересные вещи писать, можно получать запрос какой-то от пользователя. То есть, откройте для себя, например, то, что у PHP есть функция под названием RingLine, которая очень хорошо считывает и возвращает то, что ввел пользователь из командной строки. Как ваше имя? Спросим мы товарища. И напишем. Ровно то, что товарищ введет. Сохранили файл. Запускаем наш файл. Следует предложение ввести. Напишем, что нас зовут Джон. Получаем Hello, Джон. Пожалуйста. Можно писать нормальные интерактивные приложения. Как минимум, начать с простых игр уровня угадай число и прочее. Ну, а потом, так сказать, повышая свой уровень. Пожалуйста. Все, что мы здесь можем, обратите внимание, абсолютно все то же самое, что мы можем делать на том же, не знаю, там, Python, опять же, на том же Ruby или на прочих JavaScript. И опять же, обратите внимание, что у нас PHP сам по себе. Мы его распаковали. Мы никого никуда не привязывали. Никаких серверов нет. Никаких сборок нет. Мы просто начали бегать и начали забивать гвозди. Следующий момент. Что делать, если все-таки хочется создать страничку? Ну, ту самую PHP. И опять же, не надо, опять, я имею в виду для того, чтобы начать. Я не имею в виду, сейчас, речь не в виду о проектах, которые мы сейчас сделали и, что называется, на все общее обозрение в продакшн вывешиваем, да? Я имею в виду для того, чтобы мы могли что-то локально делать. Друзья мои, не нужно Apache, не нужно Nginx, не нужно Denver, Shenver, Vamp, Sample. Open Server и прочего, прочего, прочего. Давным-давно HP есть свой, то есть он сам, собственно, и отрабатывает, встроенный веб-сервер. Понятно, простой, понятно, без наворотов, но достаточный для того, чтобы начать что-то делать. Ну, причем так, нормально, на самом деле, начать. Да. Вот. Как? Очень просто, опять же. Сделаем, представим себе, что это, опять же, наша папочка ABC. Пусть это будет, условно, наш сайт. Так. Давайте сделаем еще страничку. Назовем ее, как и положено. Индекс. PHP. Индекс.PHP. Когда человек ее запустит, мы, конечно, ему что-то напишем. Ну да. Или напишем. Давайте даже разнообразим. Разнообразим наше это дело. Сделаем заголовок первого уровня. Вот таким вот он. Вот она наша первая веб-страничка. Теперь. Надо запустить веб-сервер. Он достаточно гибко настраивается. Тут можно разные варианты использовать. Нас интересует самый простой. То есть, заходим в нашу папочку. Это у меня папочка ABC. Которую будем считать, да? Сервером. И запускаем сервер. Уважаемый PHP. Пишем ключ большая S. Сервер. Далее. Ну, далее можно либо localhost, либо лучше, наверное, все-таки IP-адрес сделать. 127.01, например. Можно оставить по умолчанию порт. Можно сделать какой-нибудь порт вот такого плана. На самом деле это не суть важно. Нажимаем. Все. Уважаемый говорит, я запустился. В браузере открывай вот так. Твои документы, то есть, документ root, то есть, ваш сайт практически, находится в этой папке. Пока открыто это окошко, сервер работает. Берем это дело. Вот это. Копируем. Если вдруг приспичит. Нажимаем. Выскочила наша красивая страничка. Прекрасно. Можно продолжать работать. Обратите внимание еще раз. Никаких сверхсборок, непонятно каких там, десятков, сотен, гигабайт, мегабайт и прочего. Никаких дополнительных инструментов. Голый PHP без каких-либо даже дополнительных настройок и без чего-то еще позволяет уже взять, работать, не откладывая на завтра, потому что у меня чего-то там нет совершенного, надо бы мне компьютер проапгрейдить, надо бы мне вот это скачать, а вот редактора такого нет. Все, берем, взяли, начали работать. Вот оно. Хотите в командной строке, хотите из-под сервера, все, что нужно, это банально сам PHP, который просто разархивировать, который является банальным архивом. Все, все. Следующий момент. То есть возражения, на данный момент возражения не принимаются о том, что чего-то не хватает. Как видите, ничего не надо больше. То есть банальный блокнот, командная строка и сам PHP. И то это, если мы ставим у себя, да, потому что если мы удаленно работаем, то, что я показывал, то там даже этого не надо. Там все уже есть. Следующий момент. Где, чего почитать, друзья мои? Вопрос, конечно, правильный. Ну, самый правильный ответ – это ко мне на курс прийти. Безусловно. Но, тем не менее, нужна какая-то книжка. Книжка желательно, во-первых, она не должна быть очень старой, относительно свежей, чтобы там весь свежий функционал освещался. Плюс, главное, чтобы там не было воды. Большинство книг, к сожалению, по PHP, вот, они либо налитые литрами, мегалитрами воды, в которых там авторы пытаются, уходят в свои рассуждения, что хорошо, что плохо, с их точки зрения, как надо и так не надо. Это нормально, но это потом, на начальном этапе этого не нужно. Тонкости, они потом будут проявляться. Плюс ко всему, большинство книг толстых, в которых написано PHP, пол книги посвящено HTML, другая книга, половина книги посвящена JavaScript, еще половина CSS, ну и там чуть-чуть про PHP, конечно, да. Мы же говорим только про PHP. Вот, поэтому, ну, я могу вам предложить такая вот единственная, более-менее, на мой взгляд, книжка, тоже обратите внимание, я не говорю, что это идеал, идеал, но при прочих рамках, вот такая книжечка, 200 рублей стоит, но она здесь только в PDF, есть на самом деле она и в бумажном варианте. Она небольшая, меньше 300 страниц, что хорошо, сразу вам объясняю, что здесь хорошо. А, здесь только PHP и ничего больше, то есть о том, что такое CSS и прочие JavaScript здесь не рассказывается, это раз. Во-вторых, здесь абсолютно нет воды, то есть именно, что есть вот это, работает вот так-то, сделайте так и так. Так, вот мне тут кто-то подсказывает издалека, Вадим говорит, занимаюсь по ней, минимум воды, максимум понимания, отличный стоящий. Ну, вот видите, я вас не обманываю, правда? А если, Вадим, а у вас она бумажная, нет или такая? Ну, вот если вы перевернете на заднюю сторону, то вы увидите, то есть заднюю обложку прочитаете, то вы увидите, почему я вам ее рекомендую. Да? Правда, да? Вот, ну да, именно так и есть. Да, там моя рекомендация ее, именно. Сзади. Минимум воды ровно столько, сколько надо. Еще раз говорю, не идеально, там понятно, многого, особенно глубины там нет, но на первом этапе, для того, чтобы было понятно, как и что, там есть. Плюс, плюс, единственное, конечно, к сожалению, этот автор, как и многие другие, он, безусловно, запускает PHP под веб-сервер. Вообще, я еще пока не встречал ни одной книги, где бы PHP рассматривался без какого-то веб-сервера сам по себе как язык программирования. Есть ощущение, что мне придется самому писать, когда-нибудь. Вот, потому что нет такого. Поэтому в этой книге тоже, в принципе, первую главу, где автор начинает там что-то устанавливать, сервер, причем у него там какой-то нестандартный сервер там свой, ее можно просто пропустить. Потому что банально гонять в PHP из командной страхи. Вот и все. Вот. Так что рекомендую. Такая золотая середина, если хотите. Тем более, вот, подтвердили наши удаленные коллеги. Ну вот. И, опять же, и следующий вопрос, который, опять же, возникает, особенно, когда мы говорим о, то, с чего я начинал, о PHP как о языке программирования. Не то, как слепить страничку, потому что, еще раз говорю, слепить страничку, вот. Собственно говоря, мы слепили, вот считайте, да, вот это вот то, что я написал, вот оно и все. На этом все закончилось, по большому счету. Ядро. Когда мы говорим именно о программировании, где найти какие-то задачки, как порешать. Значит, ответ следующий. Ну, во-первых, полным-полно, конечно, ресурсов. Полным-полно ресурсов. Причем для того, чтобы почитать какие-то программерские задачки. Для того, чтобы прочитать какие-то программерские задачки, не обязательно именно искать под PHP, да, потому что это, в принципе, задача ставится одинаково. То есть можно пойти и посмотреть под любой другой язык программирования, например. Ну, в частности, есть, например, такой ресурс, достаточно известный. Достаточно известный. Проект Эйлера. Проект Эйлера. Он англоязычный. Вообще-то, вот так он выглядит. Вот, здесь, если по кнопочке архив нажать, то здесь очень много задач. Вон их сколько, вы можете увидеть. 50 на странице, а всего этих страниц 13. Ну, в общем, хватит. Они раскиданы, как бы так, по сложности. Вот, то есть здесь ставится задача, ставится задача. Опять же, проект не привязан к какому-либо языку программирования. Вот, если имеются сложности с английским языком, то, друзья мои, сообщу вам, что у нас есть в сети замечательная служба. Google Translate. У Яндекса тоже переводчики есть. Так что, точно так же можно все это дело более-менее прочитать. Вот. И берем и пытаемся решать по очереди, конечно же, все эти задачки, попутно читая книгу. Что там, что здесь, изучили, посмотрели, изучили, посмотрели. Ну, по крайней мере, первая десятка здесь, первая десятка небольших задачек, она как раз вот на начальном этапе изучения того же PHP, именно как языка программирования, что и требуется. То есть, типы данных каких-нибудь, числа, строки, массивы, циклы, ветвления, как все это работает, алгоритмика опять и так далее. Да, потому что я просто подчеркну, ко мне очень часто обращаются, так сказать, работодатели. И с той же самой проблемой, что требуется PHP именно программист, который будет писать, он там никаких страниц вообще не будет делать, он службу будет делать, писать. А в основном приходят те, кто умеет делать странички. А их и так слишком много. Это умеют все. Понимаете, в чем дело, да? Вот и все. Вот и все. Чтобы забивать гвозди, надо забивать гвозди. Простой молоток. Не надо покупать молоток от какого-то известной компании, из какого-то материала сверхпрочного сделан или что-либо еще. Самый обычный молоток. Самый обычный гвозди. И забиваем. Просто так. Попадая по пальцам, естественно. Отбивая их. Ну, забиваем. Но каждый день. Ну, собственно говоря, и с бегом у нас то же самое. И как я вам сейчас только что показал, да? Не надо на первом особенной этапе, не нужно, особенно на этапе изучения PHP, как именно языка программирования, и в принципе делание страниц вот таких, не нужно ничего сверху. Не нужно сверх редактора, не нужно, опять же, никакого веб-сервера, не нужно вообще ничего. Все есть под рукой. Либо онлайн-служба, либо скачали архив PHP, распаковали, простой любой там блокнот и все. И начали работать. Ну, а потом постепенно понятно все, что нужно постепенно приложиться. Вот и все. То есть на самом деле, друзья мои, все великое просто. Не надо зарываться в глубину. Глубины всегда найдутся, понимаете, все дело, да? Все остальное оно потом. Для начального этапа никаких сверхсекретов и сверхтелодвижений не нужно. В этом нет необходимости. Да. Поэтому желаю вам успеха в овладевании PHP. И, как я сейчас сказал, в первую очередь, как языка программирования. Ну, а если есть какие проблемы или что-либо еще, то да, приходите. Будем с вашими проблемами разбираться уже здесь на месте.